То, что я вам сейчас показывала, что есть то, что я писала, и там что-то после этого чат GPT отвечал. Ну, вы же понимаете, что люди стараются найти схемы, по которым будет удобнее работать. И вот периодически при работе с чат GPT вы будете встречать такие слова, как промты для чат GPT. На самом деле это вот этот вот шаблон текста, в идеале хорошо выверенный, который дает нужный результат. То есть я, например, когда пишу какой-то запрос, я получаю ответ. Я понимаю, что нет, не совсем то. Я редактирую запрос. Получается, нет, не то. Редактирую запрос. И вот получается, что промты – это вот такие отредактированные запросы, которые уже кто-то сделал, и он делится чаще всего с другими людьми. Сейчас очень много этого в открытом доступе. И я собрала и там какие-то свои, какие-то там у своих коллег, что подсмотрела, собрала определенные схемы, да, которые позволят нам работать, благодаря которым вы сможете использовать чат GPT, ну, быстрее. То есть вы подставите в текст, который я предложила, свои данные, и получите какой-то результат. Как бы это все получится? И там же в этот гайд я включу инструкцию по подключению. Итак, я его сделала, он готов. Добавлю вот только вопрос в подключение. А дальше вы заполняете анкету после мероприятия. И когда вы ее заполняете, вы оставляете нам свои данные, и мы вам отправим эту информацию. То есть и запись, и вот эту презентацию, и дополнительные гайды. Вот. А теперь, что я сегодня решила, что мы с вами будем не столько рассказывать, потому что много текста, какие-то слова, что-то проявляется. Я хочу вам предложить поиграть прям вживую. У меня подключен чат GPT, и я предлагаю вам дать свои кейсы, чтобы мы посмотрели. Итак, у меня есть вот эти промты, которые позволяют. Первый вариант – это сделать викторину, например, для соцсетей. Даже можно сделать для сотрудников, то есть любой вариант. Но я бы скорее шла от клиентов. Второй момент – сгенерируя текст на лейдинг. Третий – написать сценарий ролика. Четвертый – покажу на нашем кейсе, как мы взяли просто запись телефонного разговора менеджера с клиентом. Она там просто, ну вот, вы увидите, с дурзом ромашка, и как из этого делается резюме встречи. И третий момент – это описание товаров на Marketplace. На прошлом вебинаре было очень много запросов. Поэтому, пожалуйста, напишите сейчас в чат, кто хочет проверить свой продукт, свой лендоз, все что угодно. То есть, что мне нужно будет? Мне нужно будет, что вам хочется проверить из этих пяти вот вариантов. Ну, не пяти, четырех. Резюме разговора мы не трогаем, потому что там будет мой вариант. И я задам те вопросы, на которые нужно будет, ну, дать мне ответ. То есть, например, если вы хотите викторину, то викторину сразу можете писать по какому продукту. Если это Marketplace, то же напишите по какому продукту. В сценарии ролика напишите, пожалуйста, тему. Я жду ваши сообщения в чат. И мы с вами вот таким образом сейчас попробуем все это сделать. Согласны? Интересно посмотреть, как это работает в жизни. Я сейчас перейду в чат GPT сразу. Вот, и мы с вами там начнем работать. Так, есть ли у нас предложение? Карточка товара для строительства домов. Да? Брендирование корпоративной одежды. Отлично. Так, пожалуйста, сделайте уточнение по поводу карточки товаров для строительства домов, потому что я не совсем понимаю, что является товаром в данной ситуации. Мы пока возьмем текст на лендинг, брендирование корпоративной одежды. Евгений, викторина, страховые услуги. Дайте, пожалуйста, информацию, ну, давайте чуть конкретнее сделаем. Не просто страховые услуги, а страховые услуги, страхование чего. Ну, я могу и так, но вопросу будет интереснее. Так, начинаем с текста на лендинг, брендирование корпоративной одежды. Прекрасно. Что мне нужно для брендирования корпоративной одежды? Смотрите, я сейчас вот забираю вот этот вот текст промта, да, то есть уже заготовленного, иду в чат GPT, подключаю новый чат, выбираю GPT. Вот интересно то, что в будущем здесь есть интересные штуки, вот эти вот плагины и так далее, которые позволяют там, например, по умолчанию чат GPT не имеет доступа в интернет, но, например, один из плагинов позволяет это сделать. И он тогда может пойти в интернете, попасть там. Итак, вот у меня текст. Я делаю чуть крупнее, чтобы вам тоже было на экране это видно. Итак, что я говорю про лендинг? Я говорю, что создай структуру целевой страницы, в которой будут следующие блоки. Призыв к действию с пятью вариантами. Pain, то есть боль клиента, чтобы они себя прочувствовали. Дальше преимущество работы с нами, отзывы клиентов и какой-то литмагнит, который можно будет клиентам предложить. Итак, что мне нужно? У нас есть продукт. Это брендирование корпоративной одежды. Так, напишите мне еще, пожалуйста, какое-то ключевое слово, которое вы используете, и ключевое преимущество, то есть в чем фишка конкретно вас. Так, я иду в чат, смотрю. Так, корпоративная одежда. Вадим, дайте нам какое-то, ну, условно говоря, ключевик, по которому вы даете рекламу. Ага. ДТФ и технология печати – это… или технология печати – это и есть преимущество. Так, ну, с этим надо будет поработать. Знаете почему? Потому что технология печати просто так преимуществом не является. То есть в чем фишка-то этой технологии печати? То есть что такого в этой технологии печати, что это становится вашим преимуществом? Ну, то есть вот здесь вот такая штука нужна была бы. Хорошо? Давайте я, может быть, напишу здесь, что там, ну, высокое качество. Хорошо? Потому что просто технология печати – какая-то не очень правильная вещь. Так, высокое качество печати. Ок. И я ему говорю вперед, дружище. И вот он начинает уже работу. Чуть-чуть подумаем. И погнал. Что он нам предлагает? Пять привлекающих внимания заголовка. Бронзирование одежды выделяется среди комплиента. Ну, DTF, дайте новому, допустим. Я не очень знаю, что это такое, поэтому пока не могу оценить. Высокое качество печати – окей. Уникальный стиль – ТТ. ТТ – идеальный случай для вашего бренда. То есть если нам это не понравится, то мы сделаем еще один вариант для того, сделали бы я в рамках, наверное, этого мероприятия сейчас… Ну, потому что не буду тратить время, потому что он опять будет проходить. Но он у нас идет. Теперь смотрите. Вот у нас идет по Pay. Это технология выделения более клиентов. Он говорит, что устали от неразборчивой печати. Видите, он пляшет от того, что мы ему написали в наших преимуществах. Хотите выделиться? Тролевали. Бренд заслуживает. Преимущества. Уникальный стиль – ТТ. Выгоды от клиента. Ту-ту-ту-ту-ту. Вот он нам пишет. Ну, интересно, что он предложит для брендированной одежды в качестве лид-магнита, честно говоря. Обычно это все-таки скорее для услуг, образования, для таких вот всяких штук. Так. Отзывы предлагают пока вставить. Но можно, кстати, его попросить сказать, потому что вставь, пожалуйста, отзывы, да. Под лид-магниту он, ну, в принципе, да. Допустим, почему бы и нет? Это могло бы быть чехли для проверки, электронное создание. Нормально, да. Ну, понятно, что это самый первый заход. В идеале его надо было бы чуть глубже погрузить в контекст вашего предприятия. Вадим, что скажете? Есть уже такой вот результатик у нас? Напишите. Так. Вот, да, печать на любых текстильных материалах. Вот это то... Коллеги, так как я первую часть сильно сократила, смотрите, что я сейчас сделаю. Я сделаю вот здесь вот невысокое качество печати, а вот эту вот штуку, что мы печатаем. Да, на любых текстильных материалах это вообще класс. Вот, еще в одном месте заменю. И он сейчас нам сгенерирует новый текст. И дальше мы опять можем посмотреть и решить, что с этим делать. Ваш бизнес брендирован. Вы понимаете, что я могу подождать любой вот этот кусок, например, с призывами к действию, или покопаться с пейном, ну, с болями клиента, ну, который подвигают на покупку. Ну, вот. Так что вот такая вот штука. Вадим, напишите, пожалуйста. Да. ДТФ зря подсунула. Ок. Я говорю, что я не очень поняла, что такое ДТФ, потому что не совсем в этой, ну, контексте. Но мы понимаем, да, что с этим можем работать. Хорошо. Так, второй вариант у нас был. Это карточка Барли. Стоим здесь тысяч. Отлично. Сейчас мы с вами сделаем вторую часть Морализонского балета, а именно дадим ему, не в викторину, мы хотим дать ему описание. Видите-ка, сколько тут слов и всяких разных написано. Сейчас мы пойдем и посмотрим. Я пока сделаю, на самом деле, новый чат, чтобы он вообще не помнил про предыдущий. Смотрите. Тут мы говорим о том, что мы хотим, чтобы карточка была с точки зрения SEO. Обратите внимание на то. Обратите внимание на SEO. Используйся там эмоциональные слова. И т-р-р-ли-ты-ты-ты. Список из пяти возможных заголовков. Короче, мы его тут все уже кто-то придумал и все это написал. Да ладно? То есть это вот примеры из документа, который мы потом отправим. Вот. И мы сейчас идем и забираем нашу баню. Так. Баня. Это такое вот уже описание. Потому что если мы просто напишем баню, оно будет меньше информации. Если у нас есть баня чуть подробнее описанная, то у нас уже будет интересно. Сейчас посмотрим, что он нам выдает. Вот. Что еще хочу сказать? Что с помощью различных там API, то есть если позвать немножко программистов, то те, кто работает с маркетплейсами, это, конечно, круто, потому что происходит интеграция, и мы не по одному вот так вот закидываем, а ему дается пачка этих товаров. Он эту пачку товаров обрабатывает, отдает результаты и дальше его отправляет. При этом можно его немножко дообучить, чтобы сориентировать, что нам больше нравится. И потом, ну, и запрос, возможно, тоже немножко скорректировать. И опять мы начинаем работать и получаем идеальные вещи. Вот. Ну, красавец наш идет и пишет. То есть он говорит, роскошь и комфорт, качество и долговечность. И объясняет, почему, да. Я вот уверена, что, да, ваша баня точно изготовлена из высококачественных материалов. Гарантирует долговечность и надежность. Вы будете наслаждаться парной не один год. Инвестируйте в качество, и оно оправдает ваши ожидания. То есть обычно мы, как предприниматели, нанимаем копирайтеров, которые вот это все пишут. Вот. И он предлагает такие вот пять вариантов заголовков. И мы можем на них посмотреть, можем опять-таки закинуть и поменять. Например, мы можем написать ему, что не используй там, что пять на пять метров. Это как бы неважно в заголовке. То есть перепиши. Вот. Вот такая вот у нас история. Так. Что скажете? Как вам? Мария? Если вы не возражаете... Промп... Да. Смотрите, коллеги, по поводу... Вадим, эти промпты все лежат в том документе, который мы вам отправим. Поэтому, пожалуйста, заполните анкету, чтобы мы могли вам отправить эти материалы. Прям все упаковано, все лежит, и еще... То есть я сейчас показываю только частичку, а там сделано намного больше. Так. Подождите. Давайте у нас викторина страховые услуги. Я сначала скавирую промпт для викторины. Вы мне можете предложить сейчас, если у кого-то что-то, знаете, есть мыслишка какая-то, вы можете предложить вариант, которого вообще сейчас я не предлагала. И я, может быть, что-нибудь... Ну, скорее всего, мы что-то сразу придумаем и попробуем. Итак, викторина про продукт. У нас были страховые услуги. Я видела, что написали... Это страховые услуги для корпоративных клиентов. Имущество. Так. Пока вот это только беру, остальное не беру. Это контекст класс. Его можно использовать. Мы сейчас возьмем вот эту вот штуку. Я только сделаю, что не из пяти, а из... Пока из трех. Хорошо? Потому что, да, три варианта будет. Три вопроса с выбором ответа. И наш дружочек выдает. Там еще интересно... Вот то, что касается викторины, ему интересно задавать, например, еще можно добавить интонацию, разбить, написать вот в нашем случае, как мы сейчас смотрим, да, про страховые услуги. Мы можем сказать, что отдельно, пожалуйста, там, например, про выгоды или мифы. О, кстати, один из моментов в гайде. Это есть мифы о профессии. То же самое. То есть, там, приведи примеры в пять мифов про страхование. И потом с этим начинаешь работать. Также в этом гайде есть такой пункт по поводу возражений. То есть, напиши десять возражений клиента о страховании, а потом напиши по три варианта ответа на каждое возражение клиента. Вот. Ну, вот вопрос, что покрывает страхование и ответственность для корпоративных клиентов, уже нормально. Что такое ДМС? Ну, я бы еще, конечно, его крутанула разочек. Пускай бы еще он нам что-нибудь интересное сделал. А потом... Вот видите, вот здесь, когда я запустила, говорю, просто сделай еще раз. Он вот здесь вот показывает два. И я могу стрелочками посмотреть предыдущие варианты. Ну, вот. Страхование имущества для корпоративных. Только недвижка, оборудование техники, все и прочее. Мы можем вам сказать, сделай, пожалуйста, там, более очевидные ответы. Или наоборот, сделай там, посложнее, чтобы не каждый понял. Евгений? Да? Так. Хорошо. А никто... У нас ролик, по-моему, не работает. Так. Вот интересный вопрос Александр задал по поводу того, что подходит ли вариант запроса на пиши ответ на юридический вопрос по налогам. Является ли предприятие налоговым агентом в конкретной ситуации? Это классный вопрос, и он вам на нему скажет. Идите к юристу. В чат G5 встроен определенный определенный механизм защиты. То есть его можно дообучить, ему можно скопировать куски текста из закона, потом дать ему контекст ситуации и сказать там, оцени, с какой вероятностью, например, компания будет принята налоговым агентом. То есть вот так вот немножко завуалировано, можно будет из него вытащить, но просто по умолчанию, что типа у него есть доступ к сайту, он... То есть надо немножко обходить. Они не могут консультировать вот по таким вопросам. То есть если кто-нибудь напишет как избавиться от депрессии, например, он тут же так не ответит. Поэтому прямой вот этот вопрос, прямого ответа не получите. Сработает защита. Но, кстати, очень много всяких промтов, которые говорят о том, что как отключать подобную защиту, то есть там немножко, как сказать, дурят голову искусственному интеллекту, чтобы он представить, что ты вообще не ты. И когда, чтобы этот не ты дал бы какой ответ на вот такой вот вопрос. То есть вот такие вещи работают, но, конечно, это... Ну, Игорь, что... Не прямая. Так, а еще у нас был вот техно-лендинг металлорежущий инструмент для рынка B2B. Так, давайте вот тоже интересная тема, потому что, казалось бы, да, металлорежущий инструмент. Идем еще раз возьмем техно... Так, а у нас никто пока не захотел сценария ролика. Неужели никто не работает с видео? Так, я сделаю еще один, чтобы немножко его назвать. Кстати, часто, если вы пишете в одном чате, видите, я сейчас создаю новенький, но если вы пишете в одном чате, он понимает контекст, который вы давали выше, и если вы хотите просто продолжать, ну, чтобы он игнорировал, то в начале своего текста скажите, игнорируй все, что выше, и вот и дальше идем. Итак, сейчас мы посмотрим, что нам даст металлорежущий инструмент. Даже вот это все скопируем. Так. Мне бы, конечно, еще ключевое слово какое-то, но ключевое слово мы возьмем вот это, как ключевые слова. А преимущество... Надежность напишу. Хорошо. Вы потом возьмете prompt и поиграете с этим. Кстати, даже если бывают какие-то опечатки или еще что-то, он чаще всего понимает. Производительность, высочайшего качества, эффективное, надежное оборудование для ваших производственных задач, нормально, мне кажется. Максимизируйте профит, допустим. Ну, это если есть инновационный, доверьтесь опыту, допустим. Видите, он даже делает правильно, да? Он говорит, доверьтесь опыту и профессионализму нашей компании для вашего успеха, а потом 500 клиентов, то есть он использует такие схемы, которые являются правильными подходами. Так, тут он у нас преимущество сделал, выгоды от клиента. Смотрите, лид-магнит, что он предлагает. Весь электронный каталог с полным ассортиментом. Справочник по техническим характеристикам. Ну, тоже, в общем-то, может быть прикольно. И видите, еще есть призыв, я ставила там блочок, чтобы часто оставляют вот эти формы обратной связи, но при этом фиг поймешь, что написать рядом. Человек, который сделал, я не знаю, сколько лендингов, иногда раньше возникали вопросы, сейчас уже по интуиции, по наитию. Вот, но видите, хотите больше узнать, получить консультацию. Но мы скажем, нет, это не то, нам нужно у нас там мастера, наши клиенты. То есть мы можем еще попросить его, чтобы он переформатировал, например, более мужским языком. Вот. Нелли, дайте обратную связь. Получается ли интересно? Так, хорошо. Что еще? Пока у нас нету. Ребят, если есть идея это видео, дайте, пожалуйста, а я вам сейчас покажу интересный момент с тем, как у нас резюме разговора. Итак, я беру вот эту вот штуку, можно сюда вставить, вставляю сюда, то есть подготовить резюме телефонного разговора на основании текста ниже, выдели основные вопросы, то есть я ему говорю, что я хочу получить. Основные вопросы, договоренности, кто что должен сделать, ну и выдели блоком. А дальше, чтобы вы понимали, когда мы выкинули все из записи туда, то есть вот у меня есть текстовая запись. Мы так смеялись, когда мы увидели Аннушлоса, это Анна из Оранжпроцесса была, то есть четкость нашего разговора. Короче, обрывочные фразы и все прочее, я это все беру, он не очень большой, потому что у чаджи-пеки есть ограничение на количество определенное, и вот он вот эту вот со всеми междометиями, со всеми остановками, вот этими вот недослышанными словами. Вот, звонок намечен, вот почему надо править, звонок намечен на 31 число Юлия. Ну понятно, что это 31 июля. Вот, такие моменты, я говорю, что нет, не совсем то, давай мне, пожалуйста, еще разочек попробуй посмотреть на этот текст. А вот интересный, сейчас покажу интересный кейс. Смотрите, вот почему либо новый чат, либо отказ от контента, от контекста. Смотрите, предложение о металлорежущем инструменте, да, то есть, так как я это сделала в том же чате, в котором я писала про инструмент, и это был разговор менеджера по продажам с клиентов, то он понимает, как, ну, они обсуждали предложение, и он понимает, какое предложение они обсуждали, потому что был, был, в общем, вот эту всю историю он написал, и я могу это взять, скопировать, ставить письмо и отправить клиенту, что мы с вами говорили, о том-то, о том-то, и вот так вот будет двигаться наша история. Так, хорошо. Видео с этапами строительства жилых домов от фундамента до крыши. Клево. Да, я тоже думаю, что там просто, вы знаете реальную ситуацию, и поэтому все это работает несколькими итерациями, потом очень полезные результаты. Итак, у нас есть сценарий ролика. Я его копирую, вставляю, давайте все-таки чат же пятишечку возьмем, четвертую, чтобы у нас не было ограничений, и забираю ваш запрос. Так, значит, мы ему говорим, что ты выступаешь в роли опытного SEO и вообще высококлассного копиратора, который вообще классно общается на русском языке. Представь мне контент для сценария YouTube. Видео с этапами работы, видео с этапами работы, строительства жилых домов от фундамента, да, крыши. Я на всякий случай вот так вот это откорректируем. Этапы работают. Чепонька. Тему выделила. Вот он идет, основная часть, ну, в общем, смотрим, мы здесь ввели определенные ограничения, что мы получим. Мы получим мир строительства, пройдем все этапы, начиная с фундамента, подпишитесь на наш канал, молодец, прям начинаем. И вот он рассказывает, как это будет. Если нам нужно сценарий видео прям с раскадровкой, нам просто надо ему правильно сказать о том, что здесь он ориентирован на текст для видео, для, ну, вот различных этих сцен. Если вы хотите, чтобы там он еще написал, что должно быть изображено, какие там действия должны происходить, то можно просто это указать в запросе, и он тогда прямо в табличке нам забомберит, напишет там вот это вот здесь люди идут, здесь у нас строительство дома, тут мы видим, как кто-то забивает гвоздь там и так далее, он все это может расписать, а вы уже дальше его, как обычно, начинаете корректировать. Так, скажите мне, правильно он у нас идет? Мы ему сказали, что мы ему сказали? От фундамента до крыши, вот он нам говорит. Сначала фундамент, потом стены, потом перекрытие, потом кровля, потом фасад. И вот мы с вами построили, у нас все хорошо. Я говорю, что если мы добавим ему еще каких-то нюансов, то мы получим, конечно, еще более индивидуальный текст. Марина, я рада. Я говорю, я когда вот с этим работаю, я просто в восторге. Так, коллеги, мы прошли вот эти все моменты, которые я сегодня хотела показать, поэтому мы, если у вас у кого-то еще есть какой-нибудь запросик, чтобы мы еще что-нибудь потренировали, пожалуйста, напишите прямо сейчас, это последняя вам нужна. В остальном мы с вами заполняем анкету, которую пришлют после нашего мероприятия, вы ее заполняете и получаете все эти промпты, и я надеюсь, что вы тоже почувствуете вот этот кайф и главную пользу, потому что с точки зрения контента это просто бомба. Экономия времени, приличные тексты, сценарии, ну, много-много-много чего еще. Вот, так что спасибо вам за внимание, надеюсь, было интересно и полезно. Так что хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...